В Сургуте в день памяти и скорби вспоминали трагичную для нашей страны дату – день начала Великой Отечественной войны. Она продолжалась 1418 дней и унесла более 27 миллионов жизней. В семьях принято чтить память тех, кто погиб на фронте, тех героев, кто вернутся домой, а также возлагать цветы к мемориалам. В Сургуте в 4 утра у обелиска, ушедшем на фронт, в годы Великой Отечественной собрались неравнодушные сургутяне. Спустили венок на воду, возложили цветы. С гвоздиками у мемориала славы позднее выстроились 50 призывников, уходящих на службу. Там же у Вечного огня в 11 часов прошло еще одно памятное мероприятие. Оно вызвало отклик у юнормейцев, чиновников, общественников, представителей духовенства, ветеранов боевых действий, а также родных воинов, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Кроме того, Сургут присоединился к всероссийской минуте молчания. Акция прошла по всей стране в 12 часов 15 минут по московскому времени. Именно столько было на циферблатах часов 22 июня 1941-го, когда в эфире радиостанции прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. Спустя 82 года на одну минуту жизнь замерла полностью. Россияне замолчали в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны 20 века. В нашем городе акция символично прошла на Аллее Героев. Вечная память нашим героям, героям прошлого, героям настоящего. Вечная, светлая память. Хочется сказать большое спасибо матерям, которые воспитали сыновей, которые с честью выполнили свой долг, потому что любовь к родине, она, наверное, впитывается в сердце каждого мужчины вместе с молоком матери. В День памяти и скорби митинги провели и в Сургутском районе. В Федоровском к мемориалу пришли курсанты, представители администрации муниципалитета, местные жители и дети, собравшиеся почти лиминутой молчания память тех, кто сражался с фашизмом и трудился в тылу. А после прозвучал салют из трех холостых залпов. Все присутствующие возложили цветы к мемориалу. Сургутский район в годы Великой Отечественной снабжал фронт сельскохозяйственной продукцией и рыбой. Поселения принимали детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Война коснулась всех, поэтому этот великий подвиг и героев войны невозможно забыть. Ветераны стали почетными гостями митинга. Они с болью в душе вспоминают события прошлых лет. Многие были тогда детьми, но ужас войны оставил яркий отпечаток в памяти. Я начало войны не помню, первый год. А первый месяц войны уже помню. Потому что в это время я был в детсане, меня воспитательница поставила на детскую вешалку. И говорит, Толя, смотри, отца повезли в армию. Вот это помню. Помню войну, голод, холод. Как в печке спали, у меня там рассказ есть в книге. Холодно было дома. Вот в печку залезли, вот там ночевали. Мать работала. Нас еще раз стало. Все выжили. В этом году в Сургуте появятся новые остановки, скамейки, урны и ограждения. Одна из основных целей – не только закрыть потребность в этих объектах, но и придать улицам эстетический вид. Работы по некоторым направлениям уже начались, обновляют заборы, вместо старых разноцветных появляются серые одинаковые. Они менее подвержены коррозии и имеют десятилетнюю гарантию. В этом году установят более двух километров ограждений. В прошлом уже смонтировали в два с половиной раза больше. Постепенно решают проблему и с дефицитом урн на улицах. Напомню, в 2022-м на штабе при губернаторе Андрей Филатов озвучил, что городу не хватает около двух тысяч контейнеров. В минувшем сезоне добавили 300. В этом планируют еще 500. В середине июля начнется монтаж новых остановок. 15 павильонов разместят на Югорском тракте, улицах Саянска, Энтузиастов и ряде других. Это будут стеклянные закрытые комплексы, которые в последующем можно модернизировать, сделать теплыми, установить информационное и мультимедийное табло и видеонаблюдение. Кроме того, при изготовлении используются ударопрочные материалы или, как их еще называют, антивандальные. Такие меры, отметили в мэрии, в городе актуальны. Остановки даже новые, которые были поставлены в прошлом году, 12 штук. Мы сегодня их ставим, через два дня они разрисованы. Мы не успели поставить заборы, их уже сносят автомобилисты. Урны проходят, молодежь их пинает, образуются вмятины. Поддержать местных производителей. Объем фермерских продуктов из Сургутского района занимает 25% от общего количества товаров на прилавках Югры. Прирост продукции в этом году, например, молока, мяса и яиц, превысил 10% относительно прошлогодних 12 месяцев. По муниципальной программе развития агропромышленного комплекса в этом году на животноводство и ресурсный потенциал рыбохозяйственного комплекса планируется, предоставя 319 миллионов рублей субсидий, из которых 10 миллионов рублей выделяют сургутские районы собственных бюджетных средств. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Лето в разгаре, и теперь вы точно знаете, что бы хотели надеть. «Сержанетти» – это последние тенденции мировой моды для тех, кто не боится выделяться. Одежда для офиса, для прогулок и даже для вечеринок. «Сержанетти» – одежда для тебя. Терцы Аура, первый этаж. Паш! Маша, не сейчас! Паш! Маша, не сейчас! Паш! Маш, ну не сейчас! Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение, 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 Продолжение следует...